Поэтому мы преобразуемся в университет. Но для того, чтобы стать университетом, нужны кафедры специальные. Понятное дело? Определенно, мы не могли наоборот. Поэтому мы берем, заходим в аудиторию, присидите, скажем, вы, наши академики. И каждому второму я даю заявление и прошу написать ему заявление на зачисление на новую специальность, которая существует лишь под малиной бумаги. Понятная идея? И таким образом мы создаем новый университет Российской Федерации. Все сплошная профанация. Но у нас все работает. Еще раз повторяю. У нас В ищется по этому методу водка. Что, тоже в флоре пройдемся, а? Ты глянь, я сейчас красный нахуй пропущу. Так, ну разобьемся. Сейчас дайте нам шанс. Вот как только вы видите эту форму, все. Человек, который пишет ее не в адеквате. Глубочайшим. Точка. Что? Текущая стоимость компании есть не что иное, как от дисконтированной к настоящему моменту времени потоп денежных средств. Взбросим, на каком промежутке? В учебник пишет вот так. Плюс бесконечность. То есть до конца бытия ты прорубаешь кэшфлоу и дисконтируешь. Я не верю в этот метод по каким причинам. В Российской Федерации прогнозирование кэшфлоу возможно только тогда, когда ты работаешь на фиксированных контрактах. В том смысле, что у тебя предоторминирована база сбыта. Это возможно, если ты завязался с Российским государством и гонишь ему всякую туфту. Но если ты работаешь на более или менее конкурентном рынке, я думаю, все согласятся. Как бы ты ни определял кэшфлоу, необходимо сначала спрогнозировать, будет годовой объем продаж, месячный объем продаж нашей компании. Я еще каким-то образом представляю себе, как вы это сделаете на 12-месячном периоде времени. Но в моей формулке, если вы заметили, восьмерка на боку. Это очень-очень-очень-очень много, отсюда не видно. Каким образом вы заглянете, скажем, в 2015 год, а это придется делать в соответствии с этой формулой. Они скажут, ну, нет, как, умеетри, а зачем вот так вот, а? Зачем? И сюда подставят, скажем, 2000... 2000, ну, подставят, скорее всего, 17-й год. То есть идея та же самая. Понятно, идея у этого столбца? Нет, это химия. Запомните, как они будут решать эту задачу. Скажу вам еще, этот последний инсайт. Скажем, ты выяснил, деньги заплатят, если по этой формуле насчитаешь. Сомнений нет, надо использовать формулу. Просто интересуешься, а сколько надо, чтобы получилось. И решаешь задачу вот какую. Тут уже есть какое-то число, 350, скажем. И ты просто подгоняешь цифру. Далее, чтобы получилось 350. Это можно сделать, если есть макрос в Excel. Я рекомендую не удалять. Потому что придется использовать много-много раз. Смотри. Вот скажем, что спрогнозировал. Могут прижать в стенки и сказать, послушай. Ты как это кэшфлоу 2017 года нашел? Не изменяясь в лице, надо сказать прямо, что ты использовал модель постоянного роста Гордона. Все отпадут. Так вот, меда в том, что на практике боюсь кэшфлоу с ошибкой будут некоторые. Позвольте уж мне предположить, оценим. Ставка дисконта будет тоже неоднозначно определенная. Я говорю, одну небольшую ошибку. Я решила другую. И в моем случае начинает накапливаться продвижная ошибка. И я скажу вам, сделают они вот что. Они возьмут первый подход через балансовый показатель, найдут цифру, а потом будут убеждать, что сравнительный подход, затратный подход и дисконтирование потоков денежных средств и дают эту единую цифру. Потому что у хорошего менеджера все четыре подхода дают одно и то же. И все согласны с этим. Вы только что ознакомились со всеми подходами, которые могут встретиться вам в жестоком мире российского бизнеса.